Гвардеец Меркулов Николай Петрович Краткосрочных курсов младшего офицерского состава с июля 1942 года сражался на Юго-Западном фронте, а с ноября 1943 года принимал участие в освобождении Советской Украины. В боях за Крым командовала рота автоматчиков 846-го стрелкового полка 267-й дивизии 51-й армии. За успешные действия в Крымской операции дивизия была отмечена наименованием Севашской и удостоена Ордена Красного Знамени. На Красном Знамени дивизии осталась и капля крови моего отца. Уже в первый день войны 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут утра Севастополь, порт на Крымском побережье, главная военно-морская база Черноморского флота, подвергся налету фашистской авиации. 12 сентября передовые части вермахта вышли к Крымскому полуострову. В СССР Крым называли всесоюзной здравницей. В этом качестве он мало интересовал германское руководство. После победоносного окончания войны Крымский полуостров должен был стать частью Третьего рейха, но предназначался бы не только для отдыха и развлечений немецкого населения. Главное в том, что через Крым проходил один из основных путей к нефтеносным районам Кавказа. И в том, что Крым – это плацдарм для контроля над всем черноморским регионом. Ключевую роль здесь, конечно же, играл Севастополь. 30 октября 1941 года город полностью блокирован. 250 дней советские войска одержали оборону, но 3 июля 1942 года им пришлось оставить Севастополь, который для всего мира стал синонимом безграничного мужества. Только к середине февраля 1944-го обстановка на Советско-Германском фронте позволила разработать план операций по полному освобождению Крыма от немецких захватчиков. Из обращения военного совета фронта. Настал час, когда Родина приказывает начать решительные наступательные действия по ликвидации крымской группировки противника. Фашистская мразь, захлопнутая нами в Крыму, должна быть уничтожена. Решением Ставки главный удар по 17-й немецкой армии войска 4-го Украинского фронта генерала Толбухина должны нанести с севера от Перекопа и Севаша, а части отдельной Приморской армии генерала Еременко из Керчи в направлении Симферополя и Севастополя. Черноморскому флоту была поставлена задача с помощью боевых кораблей и морской авиации блокировать с моря окруженные в Крыму германские войска. Утром 8 апреля 1944 года, после двух с половиной часов артподготовки, советские войска перешли в наступление. На Севашском направлении противник выстроил глубоко эшелонированную оборону, сплошные траншеи, проволочные заграждения, противотанковые и противопехотные минные поля. Немцы цеплялись за Крым до последнего. К 10 апреля оборонительная полоса была прорвана на Севаше и Перекопе. Через трое суток гитлеровцы выбиты из Симферополя, Евпатории и Феодосии. Следом взяты Бахчисарай, Судак, Алушка. По мере приближения к Севастопольскому укрепрайону сопротивление противника усиливалось. Скорее всего, немецкое командование понимало безнадежность своего положения. Если первый план эвакуации назывался Рудербоут, грибная шлюпка, то следующий уже Глейтербоут, глиссер, а последний, еще более быстрый, Ардлер, орел. Но в то же время фюрер призывал защищать Крым, как последнюю крепость Готтов, биться до последнего солдата. Неменско-румынские части упорно обороняли Сапун-гору, который называли ключом к Севастополю. Подступы к германским позициям находились под перекрестным огнем, что существенно осложняло продвижение войск Красной Армии. Во избежание больших людских потерь, маршал Василевский, который как представитель Ставки осуществлял общую координацию боевых действий, дважды добивался от верховного главнокомандующего от срочки решающего штурма. В эти дни основная роль отводилась артиллерии и авиации. Штурм Севастополя начался 7 мая 1944 года. К исходу дня советские войска овладели Сапун-горой, прорывав многоярусную систему укреплений. 9 мая в 19 часов Приморская армия полностью освободила город. Еще через три дня, 12 мая 1944 года, остатки гитлеровских войск были уничтожены в районе мыса Херсонес. Потеря Крымского полуострова для германского командования означала катастрофу, соизмеримую по масштабам с разгромом армии Паулюса под Сталинградом. Пройдет еще ровно год, и советские войска добьют агрессора. Добьют в Берлине, столице Тысячелетнего Рейха. Крымский прорыв. Бой за Каранки. Сегодня мало кто знает слово Каранки. А тогда, в апреле 1944 года, так назывался сильно укрепленный оборонительный рубеж гитлеровцев, который стоял на пути Советской армии в Крым. Бой за этот укрепрайон продолжался несколько часов. Во время боя командир роты автоматчиков, старший лейтенант Меркулов, получил задачу в ходе атаки прорваться на правом фланге в глубину обороны противника и отрезать ему пути отхода. Немалая часть отступающих немцев попала в засаду. В результате скоротечного боя фашисты оставили только убитыми 420 солдат. Из наградного листа описание подвига старшего лейтенанта Меркулова. Рота автоматчиков, которой командует товарищ Меркулов, во время сильно укрепленной обороны немцев на Крымском плацдарме в районе села Каранки бросалась на самые ответственные участки боя. Во время прорыва рота автоматчиков была брошена на захват села Каранки, одной из самых сильно укрепленных пунктов немецкой обороны. Несмотря на численно превосходящие силы немцев, рота автоматчиков бросилась в атаку и завязала бой в траншеях, в результате которого немцы из траншеи были выбиты и большей частью уничтожены. В этом бою товарищ Меркулов захватил пленных 250 человек, много вооружения и другого военного имущества. Продолжая развивать успех в направлении села Новая Михайловка, в результате умелого маневра товарищ Меркулов отрезал пути отхода немцев, захватил 1500 солдат и офицеров противника, а босс с различным военным имуществом, 150 орудий разного калибра и другой боевой техники. Товарищ Меркулов командовал роты смело, инициативно, вовлекая личным примером своих бойцов в атаку, достоин правительственной награды, ордена Красного Знамена. Среди различного военного имущества также оказалась подвода, набитая доверху советскими и немецкими деньгами. За этот трофей командование выразило старшему лейтенанту особую благодарность, правда, в устной форме. Автоматчики роты Меркулова. Из материалов очерка «Сивашская краснознаменная». Следует сказать, что рота автоматчиков 846-го полка под командованием боевого и инициативного офицера, старшего лейтенанта НП Меркулова, неоднократно выполняла ответственные задачи, направлялась на напряженные участки боя, где в критические минуты успешно влияла на его ход. В этом большая личная заслуга НП Меркулова, отличавшегося военной смекалкой, беспредельной храбростью и решительностью. Эти боевые качества он всегда старался привить и своим подчиненным. Личным примером в бою он снискал к себе уважение воинов своей роты, командования полка и дивизии. О боевых делах роты автоматчиков не раз рассказывала дивизионная газета «За честь Родины». Вот стихи, которые были опубликованы в одном из номеров. Меркуловцам громкая слава. Они автоматным огнем в боях за отчизну родную победу куют над врагом. Меркуловцы тверже металла. Дубовин, Русев, Рыжов. Родина-мать воспитала таких советских орлов. Их каждого снова и снова к победе и жизни зовет. Заветное русское слово. Великое слово вперед. Штурм Сапун-горы. 16 апреля советские войска вышли к основному оборонительному рубежу противника в районе Севастополя. На подступах к городу враг создал мощную, глубоко эшелонированную оборону, в которой ключевую позицию занимала Сапун-гора. На ее крутых восточных склонах с ответственными скалами гитлеровцы оборудовали от трех до четырех линий траншей, построили доты и дзоты, железобетонные укрытия и блиндажи, установили проволочные заграждения, а долину у подножия горы превратили в минное поле. Гитлеровское командование требовало удержать Севастополь любой ценой. 7 мая 1944 года в 10 часов 30 минут советские войска перешли в наступление. Особенно ожесточенными были бои в районе Сапун-горы, где часами длился бой за каждую траншею. Тысячи бойцов и командиров проявили в этот день невиданный героизм. И хотя враг яростно сопротивлялся на отдельных участках, по несколько раз переходил в контратаку, ничто уже не могло остановить мощного натиска советских войск. Среди особо отличившихся был и мой отец, Меркулов Николай Петрович. Из наградного листа «Описание подвига». Во время прорыва сильно укрепленной обороны немцев на подступах к Севастополю гора Сапун 7 мая 1944 года товарищ Меркулов проявил исключительное геройство. Под сильным огнем противника поднял ротту в атаку и заставил немцев бежать с горы Сапун и уничтожив при этом более 150 солдат и офицеров противника. Немцы три раза на участке роты Меркулова переходили в контратаку, но под сильным огнем автомата откатывались обратно, неся при этом большие потери. На плечах противника ворвался первым в Севастополь. Лично товарищ Меркулов уничтожил более 13 солдат и офицеров противника, достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Однако впоследствии звезду Героя заменили на Орден Красного Знамени. Выяснилось, что накануне штурма из роты старшего лейтенанта дезертировало двое местных жителей крымских татар. Николай Петрович об этом узнал только после боя. Боевые ордена и медали Меркулова. Войну Николай Петрович закончил в Прибалтике. Участвовал в освобождении Литвы и Латвии. После войны продолжил службу в Советской Армии. Учился в Военной Академии имени Фрунзе. Ее официальное название было «Военная орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменная ордена Суворова, Академия имени Фрунзе». Существовала Академия с 1918 по 1998 год. В ее стенах было подготовлено немало замечательных военачальников, блестяще проявивших себя на защите социалистического Отечества. В этом видеочерке представлены основные ордена и медали Героя. Два ордена Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден Отечественной Войны Первой Степени, Орден за службу Родине в Вооруженных Силах Советского Союза, Две медали за боевые заслуги, Медаль за отвагу. Есть смысл сегодня рассказать подробнее о каждой награде. Орден Красного Знамени, Или Орден Красное Знамя. Это один из высших орденов СССР, Первый из всех советских орденов. Был учрежден для награждения за особую храбрость, Самоотверженность и мужество, Проявленные при защите социалистического Отечества. Орден Красной Звезды, Был учрежден для награждения за большие заслуги В деле обороны Союза Советских Социалистических Республик, Как в военное, так и в мирное время, В обеспечении государственной безопасности. Орден Отечественной Войны Первой Степени, Первая советская награда периода Великой Отечественной Войны. Орденом награждались солдаты и начальствующий состав Красной Армии, Военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, Проявившие в боях за Советскую Родину Храбрость, стойкость и мужество, А также военнослужащие, которые своими действиями Способствовали успеху боевых операций наших войск. Орденом за службу Родине в вооруженных силах СССР Награждались за успехи, достигнутые в боевой и политической подготовке, Поддержание высокой боевой готовности войск И освоение новой боевой техники За высокие показатели в служебной деятельности За успешное выполнение специальных заданий командования За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Медаль за отвагу Эта высшая медаль в наградной системе СССР Вручалась за личное мужество и отвагу, Проявленные при защите социалистического отечества И исполнении воинского долга. Медаль за боевые заслуги Вручалась за умелые, инициативные и смелые действия в бою, Способствовавшие успешному выполнению боевых задач Воинской частью, подразделениям. Правительственные награды мирного времени Слева направо Медаль в память 800-летия Москвы Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Медаль 30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Медаль участнику войны 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы Медаль 50 лет вооруженных сил СССР Медаль 60 лет вооруженных сил СССР Медаль 70 лет вооруженных сил СССР После окончания Академии в 1954 году Николай Петрович 4 года служил на острове Сахалин Сначала командовал мотострелковым атальоном Затем был назначен начальником штаба полка В 1958 году по состоянию здоровья сказались боевые ранения Его перевели на преподавательскую работу в Академии имени Фрунзе В середине 60-х годов был командирован в Социалистический Вьетнам в качестве военного советника В 1983 году в должности заместителя начальника факультета был уволен в запас За плечами осталось 42 календарных года безупречной службы До самой смерти, ноябрь 2003 года Николай Петрович не терял связи с однополчанами Активно работал в Совете ветеранов 267-й стрелковой дивизии Участвовал в подготовке и написании истории дивизии К сожалению, этот труд так и не был опубликован Хотя и был включен в издательский план военно-здата на 1991 год Смена общественно-политического строя в стране привела к полному прекращению Издания правдивой мемуарной литературы, посвященной Великой Отечественной войны Перед смертью, буквально за месяц, отец передал мне экземпляр рукописи С таким напутствием на титульном листе Моему любимому сыну Володе В данной книге изложен героический подвиг моих друзей Воинов 267-й Сивашской краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии Хотелось бы, чтобы память об этих героях сохранилась на века в подрастающем поколении Я обещал сделать все возможное для распространения текста рукописи Наконец такая возможность у меня появилась В ближайшее время текст рукописи будет оцифрован и размещен как на моем сайте, так и на других ресурсах интернет Низкий поклон и вечная память До тех пор, пока живы мы, потомки героев Будет жить в нас непреклонная воля к победе над врагами нашей Родины Сейчас мы отступаем, но близок час нового штурма В ходе которого мы сметем всю нечисть с лица нашей великой Родины Субтитры создавал DimaTorzok